Прекрасный восход! Вот она красота! Это наш мианский лес, Тельменский заповедник. Сейчас гуляю по лесу. Шикарно! Все шикарно! Что-то я тут увеличил сильно. О правде, если ты хочешь быть суперменом, супергероем, но не конечно как в фильме, а тем, кто видит все. Ты просто становишься... Кстати, скорее всего, так открывается и сновидение. Потому что я вижу некоторые моменты, я ощущаю, когда кто-то умрет, допустим. Но я не могу это распознать. И когда ты начинаешь тотально честным становиться во всем, во всем абсолютно. Даже если вот... Очень неудобная правда. Я сейчас ее, конечно, вываливаю все людям, да? Я воспринимаю это как обзикнутого. Но я сейчас вываливаю. Можно, конечно, просто не говорить. Если ты обладаешь какой-то знаниями, информацией, и ты скрываешь это от людей, если тебя спрашивают, допустим, а ты ее скрываешь просто из-за меркантильных своих соображений, тебе канал перекрываться будет. Канал, который кто-то называет информационным полем Земли. То есть тебе этот канал просто будет перекрываться. И ты будешь в иллюзии, потому что ты где-то там почуял, что сила правды есть, но свои меркантильные желания, твои, допустим, они превалировали, да? То есть они были в привилегии. И ты стал, допустим, какую-то информацию от людей скрывать, еще что-то, знания свои. Знания, вот прям выливайте их. Выливайте людям, если особенно просят. Даже если не просят, выливайте. Будете казаться, конечно, психами сумасшедшими, но... Вот. И когда ты что-то скрываешь, допустим, знания, это тоже скрытие. То есть ты людям не даешь то, что ты узнал. И на самом деле это и есть сокрытие. Вот. И... Ну, такое же, помните, например, что у спецслужб. То есть если и у полиции. Если ты знал о преступлении, но не сообщил, ты тоже соучастник. Здесь то же самое. Никакого здесь нет такого покрывательства, там еще что-то. Вроде как западлу там, завалить кого-то, ну как это, сдать кого-то, да? На самом деле ты скрываешь информацию, скрываешь преступления. С правдой то же самое. Ты скрываешь правду, и тебе перекрывается канал, который может тебе открыть более высокие знания какие-то, да, или еще что-то. И... Все, что ты знаешь, ты должен просто отдать людям. Отдать. Без сожалений. Безвозмездно. Потому что мы все, вот мы все, да, мы в одном. Мы одно, единое, на самом деле. Мы и есть это пространство. И вот это вот дерево, например, это такое же пространство, как ты, я и все остальное. Кстати, вот эти вот деревья, вот этот, именно вот этот лес, именно практически в этом же месте, я вот эти вот, весь мох это все это рассматривал. По досковому возрасте приходил сюда, часами сидел, стоял, рассматривал деревья. Дерево по-бума. Вот, и твоя задача, без сожалений, все отдать людям. Если ты этого не сделаешь, ты будешь в иллюзии, которая будет создавать твой ум. И перекрываться канал будет у тебя, вот там наверху, или здесь. Скорее всего, он не наверху, он везде, этот канал. Он просто из пространства идет. Так что, тотально честный. Узнаете, отдавайте. Не копите в себе, кстати, если вы что-то узнали, прочитали книги, еще что-то. Не копите это в себе. Рано или поздно, вот, отдайте это. Отдайте свои знания. Потому что это тоже сокрытие. Да, ты такой умный, вот видели такие, может быть, очень умные профессора. Вот он столько знает, он там открытие может делать, еще что-то. И он это скрывает из-за каких-то вот меркантильных своих этих соображений, да. Он глупец, на самом деле. Хоть и очень умный, да. Но он потеряет не в знаниях, а он потеряет вот в этом божественном раскрытии. Он просто закуплится в своих знаниях. Вот. Так что, не жадничайте. Делитесь всем, что есть у вас с людьми. Делитесь своей энергией, делитесь своими знаниями, делитесь своими эмоциями. Не стесняйтесь. Особенно с близкими. Хотя вам, на самом деле, близкий весь мир. Но мы это так не воспринимаем. Потому что у нас есть страны, границы, черточки на карте. Вот. А на самом деле, все едино. Все пространство, вся Земля, весь космос. Не существует никаких границ. Не существует разделения между людьми. И самое интересное, посмотрим, допустим, на ту же самую Европу, да. И Запад. В чем их не проблема? Вот вся эта, как это, трансформация людей, да, и так далее, в кучу полов, это ложь. Это тотальная ложь. То есть, они просто так заврались, залгались, что просто уже некуда деваться. И они просто поглощены этой иллюзией. Иллюзия пространства. Их она хоть так окутывает. И ты все время вот в этой нагромождении иллюзии. Кошмар. Если бы мы видели эту правду. Два пола. И мы должны это отождествлять. То есть, вот мы сделаны вот так вот. Нет там никаких других полов. Есть только вот и вот так вот. Мужчина, женщина. И это правда. Это правда. И есть наше пространство. И когда ты, допустим, смотришь на вот это дерево, да. Вот дерево. И ты говоришь. Да нет. Мы его идентифицировали как баобаб. А это береза. Да. Я его идентифицирую как баобаб. Баобаб. Да. Конечно, мы идентифицируем и называем, и приклеиваем ярлыки, что это береза. Но мы для себя решили, договорились, что это береза. Чтобы ее называть как береза, а не как баобаб. Вот. Только тотальная честность во всем. И для вас просто раскроется. Будет раскрываться все сильнее и сильнее пространство. Кто-то, говорю, называет это информационным полем земли. Я называю это пространство. Потому что они все время. Информационное поле земли. Не что там вверху смотрят. В стратосферу, да. Нет. Информационное поле земли. Это все. Это все. Абсолютно все. Даже веточка. Даже палочка. Даже вот. Вот это вот все. Это все. Информационное поле земли. Космоса и всего всего. Это все едино. Я един. Вот с этой веточкой. Я от нее, на самом деле, ничем не отличим. Я такой же. Улучшайте себя. Не смотрите на других. Только занимайтесь собой. Когда вы улучшитесь до такого, что сможете поделиться своей энергией, своей силой с другими, вы рано или поздно все равно начнете этим делиться. Вот. Поэтому в первую очередь себя. Займитесь собой. Культивируйте в себе честность, правдивость. Потом само пространство сделай так, что вы сможете отдавать. И это просто кайф. Любви и счастья, мои хорошие. Любви и счастья. Бagemственно. Субтитры создавал DimaTorzok